Предлагаю теперь послушать первую половину этой части Тоже в исполнении Стаковского Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это тоже один из самых сильных и редких симфонических фрагментов симфонии, именно разработчных, развития и с характерным, тоже для кульминации Чайковского, получившими совершенно выражение контрапунктом медных с широкой интервальной музыкой, такой вот гигантской поступки исполина гиганта здесь слышно. Конечно, это в наибольшей степени проявляется уже в финальной части, о которой было сказано, и именно в этой самой части мы наконец слышим настоящую симфоническую музыкальную идею, где на месте оказываются свои присущие им роли. Вот эта ритмическая страда и артикулированность именно широких интервалов, она совершенно неожиданно, внезапно, в таком эклектичном сооружении напоследок финальной части заявляет о себе. Финал таким образом выступает не столько в роли последнего аллегра, сколько первого аллегра. Не только потому, что сами музыкальные идеи вот так тщательно, детально прорисованы в духе именно первого аллегра. Здесь много слома инерции, нехарактерного до финального аллегра. Здесь много материала. Той самой пестроты, о которой говорит Петр Львич, которая на месте была бы конечно в первом аллегре. Вот так парадоксально переставлено местами. В общем, неудачное место финальной части. У меня большие сомнения, что Браунсу того, что не понравилась седьмую финальную часть, как всем оркестрантам, это все же надо признать самая симфоническая часть всей симфонии. Я думаю, что мы успели ее послушать полностью. Часть, в которой не привезло именно с местоположением, с композиционным положением. Как говорил Борн Уильямс, красота темы зависит от ее местоположения, от ее нахождения в композиции. Сколько прекрасных тем загублено, забыто именно потому, что они не на своем месте симфоническом стороне оказались. И я думаю, что это как раз случай Пятой симфонии Петра Ильича. Продолжение следует...